Сколько туристов к нам приехало в минувший сезон в сравнении с предыдущими и раскладку по внутреннему и иностранному туристу? Я говорила об этом в своей презентации. У нас в прошлом году, в июне месяце, было падение, серьезное падение по внутреннему туристу. Было, но по понятным причинам. Весной и летом у нас проходили выборы в стране. Люди были задействованы в этих выборах, людей большое количество. Раз. Второе. У нас немножко капризничало наше Черное море. То оно немножко позеленело, то оно немножко попахивало, то оно немножечко похолодало. И это тоже сняло количество внутренних туристов, потому что вы знаете, что творится на трассе Одесса-Киев на выходные дни. И не только на трассе Одесса-Киев, потому что едут машины именно на выходные дни. Мы потеряли внутреннего туриста вот в этот период времени. Это объективно. Но это тоже объективный совершенно факт, что мы увеличили международных туристов. Количество и поток даже по нашим пограничникам у нас в два раза увеличилось пересечение границ иностранных граждан. И это очень хороший показатель. Да, в течение года, в сравнении с 2018 годом, в сравнении с 2018 годом мы получили в два раза увеличение пересечения границы в аэропорту и не только в аэропорту. Вы знаете, что кроме всего прочего мы еще активно ведем все-таки работу на привлечение круизных туристов. Это тоже пересечение границы на Одесской зоне границы. Но огромное количество людей к нам заезжает, например, белорусы, они не пересекают границу на нашей границе. Либо, если это люди летят в Киев, потому что очень многие прямые авиасообщения идут в Киев, и далее они потом любым транспортом добираются до Одессы. Это небольшая проблема ежедорожным, автомобильным и даже самолетами. Но мы их не видим как иностранцев, потому что есть не проверяются их паспорта. Но то, что мы видим даже на нашей границе, это в два раза увеличение. Это очень хорошее показание. У нас получается пересечение иностранных туристов, по-моему, более 700 тысяч, согласно данным аэропорта, более 700 тысяч иностранных пересечений. Я уже сказала, что у нас единственный орган, который имеет право официально заниматься статистикой, это стат управления и Держагенте. Но мы, как я уже говорила, по косвенным данным, по купленным данным у мобильных операторов, по косвенным данным, по тем данным, которые нам дают также отели, с которыми мы в хороших соотношениях. Мы делаем просто формулу, имплементируем ее, интерпретируем на общем фоне. То мы видим, что у нас все равно увеличение есть, у нас порядка 3,3 миллионов туристов. У нас нет резкого скачка. Но ведь, понимаете, ведь очень важно понять, мы же не находимся в стадии социалистического соревнования, кто больше или кто не больше. Здесь задача совершенно в другом. Первая задача привести сюда состоятельного туриста, который бы интересовался и гастрономией, и прекрасным культурным потенциалом, а не того, который просто купит себе пластмассовую бутылку пива, бросит ее там же, выпивши на пляже, и даже не уберет зусовой окурки. Речь в том, чтобы Одесса, это все-таки город, да, миллионик, у нас есть протяженность, но у нас есть какие-то свои показатели по инфраструктуре. Мы заинтересованы в том, чтобы качество, чтобы сегментация рынка менялась, чтобы приезжали сюда иностранные туристы, чтобы сюда приезжали люди за культурологическим туризмом, за медицинским туризмом, по деловому направлению, деловой туризм, событийный. Вот это те направления, на которые мы делаем акценты и которых сюда привлекаем. Здесь не в количественном показателе денег. Но все-таки, если сравнить с 2018 годом, рост какой-то есть? Рост есть, да. Какой примерно? Ну, где-то на 150-200 тысяч, грубо говоря, увеличение. То есть где-то 5-7%. 7-10, до 10 может быть. До 10%.